Вы помните вашу первую учительницу? Наверняка милая, интеллигентная, добрая. Ученики 2-го класса 474-й школы своего педагога тоже вряд ли забудут. Дама заклеивала детям рот скотчем, чтобы не болтали. Следственный комитет уже вмешался. Эти события произошли практически сразу после инцидента в областной школе. Там учитель математики якобы ударил ученика, да так, что тот получил сотрясение мозга. В конфликтах поколений разбиралась Мария Марченко. Вот таким канцелярским скотчем Наталья Макаринская, педагог 474-й школы Выборгского района, заклеивала рты второклассникам, чтобы не болтали на уроке. Но малыши молчать не стали, рассказали обо всем родителям. Жестокими методами воспитания заинтересовались в Следственном комитете Петербурга. В школе провели проверку. Проводится доследственная проверка по факту размещения 8 и 9 февраля текущего года в ряде средств массовой информации, сведений об учительнице одной из школ, расположенной на территории Выборгского района города, которая заклеивала рты детям скотчем. По предварительным данным, таким образом, учительница наказывала их за разговоры на уроках. Пострадавшим детям оказывают психологическую помощь. Для родителей в выходные директор школы провела собрание. После него даже те, кто раньше делился со СМИ подробностями скандальной истории, замолчали. И скотч не нужен. Скажите, слышали про учителя, который скотчем заклеен на уроках? Не знаю ничего, ребята. А с комментарием? Ну было или не было? Без комментариев. Наталью Макаринскую сначала отправили на больничный, потом уволили. На больничном сейчас и Владимир Шклярник, педагог уже другой школы в Ленобласти. В отношении учителя математики, который преподает в этой средней школе в поселке Кузьмалово, возбуждено уголовное дело. Его подозревают в причинении легкого вреда здоровью ребенка. По версии следствия, педагог на перемене схватил 11-летнего мальчика за горло и не менее трех раз ударил его головой об стену. Могу показать, вот он взял вот так вот и вот так вот ему ударил. Данил Казаков до сих пор не может прийти в себя. Говорит, вместе с одноклассниками играл на перемене в догонялке. Но догнал мальчика не товарищ, а дежурный учитель. У меня после ударов искр в глазах были так, вообще 20 секунд примерно. Ну, потом меня вырвало после второго, ну, на втором уроке. Потом боли стали лучше вообще. Ну, потом, когда, в общем, меня мама забрала со школы, я заснул по дороге. Мы приехали домой, мне вообще хуже стало намного. Диагноз врачей – легкое сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мягких тканей. Сам Владимир Шклярник отрицает, что поднял на ребенка руку. Ну, что ж, я столько лет проработал и вот как садист, что ли, скрытый, вдруг отловил бедного ребенка. Я стоял возле стенки на расстоянии чуть больше метра. Он летел между мной и стенкой. Вот я его рукой остановил, к стенке он прикоснулся, спиной прикоснулся к стенке. И я его в этот момент и спрашивал, помнит ли он, что бегать нельзя. Почетный работник образования Владимир Шклярник. 45 лет работает в этой школе, причем почти два десятка лет был директором. С высокого поста ушел в 2009-м в связи с пенсионным возрастом. Сейчас преподает алгебру и геометрию. Это очень шикарный преподаватель, отработающий много лет в школе. На этом все. Он правда мог ударить ребенку? Ни в коем случае. Бывшие ученики в оценке педагога разделились. Одни защищают Шклярника, даже записали видеообращение в его поддержку. Другие утверждают, Владимир Семенович всегда отличался строгостью, особенно к младшеклассникам. Директор школы от комментариев отказалась. А учителя уволили, который бил ученика? Выйдите, пожалуйста, за территорию школы. Все комментарии есть у учредителя. В минувшие выходные стало известно, прокуратура Ленобласти отменила уголовное дело в отношении Владимира Шклярника. Мама пострадавшего мальчика не согласна с решением и собирается обратиться к уполномоченному по правам ребенка, а сына перевезти в другую школу. Мария Марченко, Степень защиты.